Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала лекарственные растения.ком В данном выпуске мы поговорим о пижаме, а точнее рассмотрим ее уникальные антигельмитные свойства. Также в выпуске будут предоставлены самые действенные рецепты, с помощью которых можно вывести из организма глисты, аскориды, острисы и другую нечисть. Более подробный разбор об этом лекарственном растении вы можете увидеть по ссылке, которую я оставлю в описании, или же кликнувши вот здесь. Все части пижамы обладают эффективностью, а значит лечебными свойствами. Чаще всего против паразитов применяются семена и цветки растения. Из них можно сделать своими руками лекарственный отвар, настой, спиртовую настойку, или перемалывать сухие части растения в порошкообразное состояние. В зависимости от того, как приготовлены лечебные средства, напрямую зависит его эффект. Стоит также отметить, специалисты считают, что лучше всего трава пижма будет работать с глистов в виде порошка. Это объясняется тем, что отвар или настой пижма с паразитов глистов требует термической обработки в процессе приготовления, а значит действие этих рецептов будет несколько снижено. К тому же при внутреннем употреблении отвар или настой будут в большом объеме усваиваться желудком, а в кишечник, где находятся гельминты, эти препараты попадут в незначительном количестве и не смогут оказать должного лечебного эффекта. Порошок растения, попадая в пищеварительный тракт, практически не всасывается стенками желудка, а в неизменном виде оказывается в кишечнике. Пижма медленно эвакуируется вместе с каловыми массами из организма, накапливаясь на стенках толстого кишечника. В результате против листов будут проведены настоящие боевые действия. На них и только будут действовать токсические вещества растения. Также оставшиеся в живых паразиты не смогут цепляться за стенки кишечника, задерживаться в нем, поэтому они начнут выходить наружу во время опорожнения кишечника. Безусловно, вместе с каловыми массами организм будет очищаться в основном от мертвых паразитов. Но они опасны не менее живых, ведь после их гибели начинают выделяться токсины и другие продукты разложения, негативно влияющие на самочувствие и общее здоровье человека. Улучшить их выведение поможет клизма из отвара пижмы. Использовать народные рецепты на основе пижмы рекомендуется в строго установленных дозировках, независимо от способа их приготовления. Специальное уменьшение дозы может сделать лечение неэффективным, а превышение допустимого количества ингредиентов запровоцировать развитие нежелательных эффектов. К тому же, применять это растение от глиминитов можно не всем, поскольку существует целый перечень противопоказаний, с которым нужно ознакомиться заранее. Принятие пижмы эффективно в отношении всех микроорганизмов, которые обитают в организме человека. Полезная микрофуллора тоже находится под ударом данного растения, поэтому важно соблюдать дозировку и продолжительность лечения, чтобы она не пострадала. Перед использованием пижмы желательно знать тип глиминитов, посадившихся в организме, так как рецепт приготовления средства может быть разным. Например, если вас атакуют круглые черви, аскориды, вам подойдет настой пижмы. Острицы, клизмы из пижмы с добавлением молока из чеснока. Ленточные черви, к примеру, селитер и быщий цепень, знаменитая отрочатка из пижмы, полыни и гвоздики. Если же глиминт неизвестен, тогда универсальным средством будет порошок из пижмы и очистительные пижмы на ее основе. Ну, а теперь перейдем непосредственно к самим рецептам. Рецепт номер один. Порошок пижмы. Рецепт приготовления порошка очень прост. Достаточно высушить растение или купить в аптеке готовую траву, измельчить ее в кофемолке. Порошок растения принимает по одной чайной ложке в два раза в день на голодный желудок, запивая средство небольшим количеством воды без добавок. Через 20 минут можно принимать пищу. Курс лечения должен составить 30 дней. Также существует еще один рецепт лечения глистом порошком пижмы, который может посоветовать лечащий врач. Потребление лечебных средств в мякише хлеба. Этот способ считается более действенным. Либо нужно брать столько, чтобы можно было без отруднений проглотить его, не разжевывая. Внутри мякиша помещается растительный порошок в необходимом количестве. При соблюдении этих условий весь порошок окажется в стенках кишечника. Рецепт номер два. Отвар пижмы для проведения клизмы. Лечение от глистов с помощью такого растения, как пижма, включает рецепт очистительные клизмы. Для ее проведения необходимо варить отвар на основе семян пижмы, которые заранее нужно измельчить с помощью кофемолги в порошкообразное состояние. Одну столовую ложку измельченных семян залить полулитрами кипящей воды, настаивая до полного остывания настоя. Клизму проводят вечером, незадолго до сна. Можно усилить эффект клизмы, если дополнить ее рецепт некоторыми компонентами. Это молотко, несколько зубчиков чеснока. Одну столовую ложку семян пижмы и три зубчика чеснока залить одним литром молока, завести до кипения и проварить на небольшом огне 10 минут. Готовое средство просадить и использовать для очищения кишечника в виде клизмы. Во время процедуры отвар должен быть горячим, поскольку может терпеть больной. Рецепт номер три. Настой из пижмы. Рецепт отвара из данного растения может быть как лечебной, так и профилактической мерой в борьбе с паразитами. На две столовые ложки соцветия растения нужно взять один литр воды, довести ингредиенты до кипения. Огонь выключить и оставить настаиваться средство до полного остывания. Принимать отвар три раза в день до еды, по половине стакана в течение 20 дней. Если речь идет о профилактике, достаточно пить отвар один раз в неделю. Рецепт номер четыре. Это тройчатка из пижмы, полыни и бутонов ваздики. Как вы уже поняли, это сочетание таких трав, как полынь, пижма и гвоздика. Собрать их можно самостоятельно. Полынь и пижма растут почти повсеместно, а прянос можно приобрести в любом супермаркете. Состав тройчатки в соотношении частей. Пижма, полынь, гвоздика 4,1-2 грамм. Смешайте все компоненты в нужных пропорциях. Гвоздику измельчите в порошок. Возьмите одну чайную ложку сверху смеси, положите ее в рот и запейте водой. В первую неделю разбейте эту дозу на три приема. Перед питанием. Время приема за полчаса до ужина. Длительность лечения минимум один месяц. В идеале через 30 дней нужно сдать анализы на наличие в организме паразитов. Повторять эти действия до тех пор, пока не будет получен отрицательный результат. Стоит отметить, что делать из тройчатки отвар не рекомендуется. Большая часть полезных веществ в кипятке погибнет. И сбор станет почти безболезным. Не забывайте, что правильный прием это залог эффективности такого лекарства. Что можно сказать в заключении? Чем лечиться от паразитов, каждый решает сам. Но рекомендация специалиста всегда одна. Сходите сначала к врачу и пройдите обследование. А уж потом выбирайте самый оптимальный вариант лечения. Надеюсь, ролик вам был интересен и полезен. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также напишите в комментариях, использовали ли вы пижму против паразитов. Если вы знаете какой еще действенный ресепт против гельминтов, поделитесь. Ведь мне будет очень интересно увидеть обратную связь.